МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Собственные доходы Воронежской области в 2023 году выросли почти на 6 миллиардов рублей. Хватает ли денег пенсионерам и на что им приходится идти, чтобы подзаработать? Почему наш город считается колыбелью русского флота? К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. США. Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на мероприятии Совета по международным отношениям в Нью-Йорке в среду, заявил, что Вашингтон и Пекин должны найти способ мирного сосуществования, добавив, что потенциальный конфликт был бы ужасен для всех участников. Суть в следующем. Китай никуда не денется, мы никуда не денемся. Поэтому в первую очередь мы должны найти способ сосуществовать и сосуществовать мирно, сказал Блинкен. Госсекретарь подчеркнул, что мирное сосуществование с Китаем не означает, что США будут стоять на месте, заявив, что обе стороны находятся в интенсивном соревновании за формирование эпохи после Холодной войны. Блинкен также призвал Китай сыграть роль позитивного актора и помочь привести продолжающийся украинский конфликт к мирному завершению. Позже госсекретарь США затронул вопросы внешней политики на Ближнем Востоке, заявив, что никакое новое ядерное соглашение не будет распространено на Иран, а также обсудил нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Десятки активистов и членов организации «Жертв полицейского насилия» требовали справедливости для Джейланда Уокера у здания Министерства юстиции США в Вашингтоне во вторник. Протестующие приехали из Акрона, штат Огайо, в годовщину смертельного выстрела в Джейланда Уокера со стороны полиции. Разместив плакаты и транспаранты, демонстранты требовали внести изменения в законодательство, которое, по их мнению, оставляет безнаказанными акты полицейского насилия, особенно среди черных общин страны. 25-летний Джейланда Уокер получил 90 огнестрельных ранений от восьми полицейских после остановки на дороге и погони в 2022 году. Хотя Уокер был признан безоружным, в апреле суд присяжных отказался предъявить обвинения сотрудникам полиции, участвовавшим в инциденте. Бразилия. Судья Бенедитто Ганкалвис проголосовал за то, чтобы лишить бывшего президента Бразилии Жаира Балсонару возможности занимать государственные должности во время заседания суда по выборам в Бразилия во вторник. Судья Ганкалвис возложил на Балсонару прямую и личную ответственность за незаконное поведение, которое пошло на пользу его кандидатуре для переизбрания на пост президента республики и, соответственно, объявил его неправомочным в течение восьми лет после выборов 2022 года. Кроме того, судья обвинил Балсонару, фабрикации несуществующего заговора с целью манипулирования президентскими выборами 2022 года и раскритиковал его действия как простые политические маневры. Обвинения относятся к прошлогоднему инциденту, в котором бывшего президента Бразилии обвинили в необоснованных нападках на электронную систему голосования страны во время встречи с иностранными дипломатами накануне президентских выборов. Ожидается, что слушание продолжится в среду. Нигерия. Местные жители в Катче, штат Нигер, пересаживаются на каноэ для поездок между штатами, поскольку цены на топливо растут после отмены субсидий на нефть новым правительством. На кадрах видно, как местные жители в большом количестве садятся на каноэ и затем передвигаются по водным путям. Местные пассажиры объяснили использование такого нетрадиционного транспорта высокой стоимостью поездок на автомобиле. Государственная нефтяная компания Нигерии по сообщениям повысила цены на бензин до 557 наэр за литр, что значительно выше предыдущего уровня 189 наэр. Это решение последовало за заявлением президента Болы Тинубу об отмене субсидий на топливо, что стало финансовым бременем для государственной нефтяной компании, обходясь ей в 867 миллионов долларов в месяц. В результате повысилась стоимость проезда на транспорте, а предприятия, полагающиеся на бензиновые генераторы, сталкиваются с более высокими издержками из-за ограниченных поставок электроэнергии. Китай. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Маунин, отвечая на заявление президента США Джо Байдена о том, что у Китая огромные проблемы, в том числе в экономике, заявила, что Вашингтону следует сосредоточиться на решении собственных внутренних проблем и играть конструктивную роль в обеспечении стабильности и процветания мира. По поводу плана Японии спустить воду с атомной станции Фукусима в Тихий океан, пресс-секретарь призвала Международное агентство по атомной энергии не одобрять его и выразила опасения по поводу объективности их окончательного отчета. Японское правительство утверждает, что очищенная вода будет разбавлена до уровня более безопасного, чем международные стандарты. Сирия. Президент Сирии Башар Ассад принял участие в молитве Ид Аль-Адха в мечети Аль-Афрам в Дамаске в среду. На кадрах видно, как Ассад присутствует на молитве в честь праздника. Ид приветствует официальных лиц и верующих, когда он прибыл в мечеть. Ид Аль-Адха – один из двух глобальных праздников в исламе. Второй – Ид Аль-Фитр. Первый праздник отмечается в честь воли Ибрагима или в другом переводе – Авраама – принести своего сына в жертву Богу до вмешательства Джибраила или Гавриила. Косово. Сотни людей приняли участие в панихиде по погибшим солдатам в мемориале Газимистан на религиозном празднике Видавдан в среду, отмечая 634-ю годовщину Косовской битвы. На кадрах видно, как присутствующие собрались вокруг епископов и священнослужителей, которые пели литургию по случаю годовщины. Патриарх сербской православной церкви Порфирий помолился за павших солдат и за участников мероприятия. Видавдан, также известный как праздник Святого Вита, отмечается ежегодно 28 июля. Он посвящен Великой Косовской битве, которая произошла в 1389 году между армией, возглавляемой сербским князем Лазарем Хребеляновичем, который был убит в бою, и Османской империи. День памяти является важной частью сербско-этнической и национальной идентичности. Сербия. В среду сотни демонстрантов провели митинг в Белграде в знак солидарности с этническими сербами, проживающими в Косово и Метохии, а также в честь годовщины известной битвы между сербами и османами в 1389 году. По данным местных СМИ, акция протеста была организована несколькими правыми патриотическими организациями и политическими партиями. 28 июня 1389 года христианские войска под предводительством сербских лидеров сражались с мусульманской Османской империей в Косово. В результате османам удалось завоевать часть Балкан, что привело к 500-летнему правлению Османской империи. Этот день считается одним из самых важных дней в истории Сербии. Испания. Тысячи рабочих провели в среду забастовку Вига, требуя улучшения условий труда для металлургов по всей провинции Пантиведра. Сообщается, что во время демонстрации было перекрыто движение в центре Вига. По словам профсоюзов, с каждым раундом забастовки все больше работников принимают в ней участие. Организаторы уже объявили новые даты забастовки в течение июля. Сообщается, что работодатели согласились на постепенное повышение заработной платы работников, но профсоюзы также требуют сокращения количества рабочих часов. Франция. В среду президент Франции Эммануэль Макрон принял в Париже генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, чтобы обсудить последние приготовления к Вильнюсскому саммиту Альянса в июле. Во время совместного пресс-брифинга у Елисейского дворца Столтенберг объявил, что запланировал на 6 июля встречу с высокопоставленными чиновниками из Турции, Швеции и Финляндии, чтобы рассмотреть возражения Анкары против заявки Стокгольма на членство в НАТО. Вильнюсский саммит станет первым с Финляндией в качестве члена Альянса, и мы работаем над завершением присоединения Швеции, сказал Столтенберг. Пришло время принять Швецию в качестве полноправного члена НАТО, добавил он. Макрон поддержал слова главы НАТО, призвав Венгрию и Турцию, которые, по его словам, еще не оценили свою ответственность, позволить Швеции получить полноправное членство в Альянсе. Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля, где союзники проведут инвентаризацию военных возможностей. Беспорядки прошли в парижском пригороде Нантера в ночь со вторника на среду после убийства полицейским 17-летнего подростка, который, по информации правоохранителей, отказался подчиниться требованиям остановиться для проверки документов. Позже, в тот же день, в соцсетях начали распространять призывы к протесту против действий полиции. Пользователи соцсетей сообщают, что беспорядки перекинулись на другие пригороды Парижа. 350 сотрудников полиции и жандармерии были задействованы главным образом в Нантере, сообщил перфект парижской полиции Лоран Нуньес, отметив, что 24 сотрудника правоохранительных органов получили ранения. 42 автомобиля были сожжены. Полицейский, который произвел выстрел, был задержан по подозрению в умышленном убийстве и помещен под стражу. Семья погибшего подала три жалобы, в том числе на публичную клевету в письменном виде. Последнее связано с публикацией выдержек из полицейского рапорта, в котором утверждалось, что молодой человек за рулем собирался убить правоохранителей, задавив своим автомобилем. По меньшей мере, 77 человек были задержаны в Иль-де-Франс во Франции в ходе беспорядков, по сообщениям газеты «Ля Фигара». Бельгия. Группа борцов за мир собралась в среду перед зданием Европейского парламента в Брюсселе, призывая к немедленному прекращению насилия и защите мигрантов. На кадрах показана часть 48-часового выступления по чтению бедственных сообщений, полученных «Алармфон». Организации, занимающейся оказанием помощи и поддержки нуждающимся, в котором активисты стремились пролить свет на бедственные ситуации, в которые попадают бесчисленные люди, пытающиеся пересечь Средиземное море. Основным требованием активистов была неограниченная свобода передвижения для всех людей, независимо от их иммиграционного статуса. Швеция. В центре Стокгольма в первый день Курбан-Байрама эмигрант из Ирака сжег Коран у главной мечети города. Полиция разрешила эту акцию, хотя еще в феврале дважды отказывала ее организаторам. В мусульманском мире осудили произошедшее. О власти Турции напомнили Швеции, что если страна хочет в НАТО, с такими действиями следует покончить. Сжег священную книгу мусульман 37-летний эмигрант из Ирака. Сначала он вырвал из нее страницы, вложил в Коран бекон, а затем поджег от сигары, сообщает издание «Афтон Бледдет». На месте присутствовали около 200 человек и несколько десятков журналистов. Полиция задержала одного из присутствующих, который попытался кинуть у организатора акции «Камень». На самого организатора составили два административных протокола за подстрекательство по этническому признаку, а также за разведение огня в общественном месте. Протестующий мотивировал свой поступок желанием, чтобы Коран запретили в Швеции. При этом он подчеркнул, что не хочет, чтобы его действия негативно повлияли на заявку Швеции на вступление в НАТО. В феврале полиция отклонила две заявки на акции с сожжением Корана. Полиция обосновывала запреты риском для общественной безопасности. Однако позже городской суд постановил, что отказ был немотивированным, поэтому сейчас полиция согласилась на акцию. В январе ультраправые демонстранты в Стокгольме сожгли Коран перед посольством Турции, что вызвало гневную реакцию в исламском мире. Впоследствии Турция приостановила переговоры по заявке Швеции на вступление в НАТО. Новости ближнего зарубежья. Украина. Президент Украины Владимир Зеленский принял в среду в Киеве президента Польши Анжея Дуду и президента Литвы Гитаноса Науседа. По данным местных СМИ, президенты обсудили повестку дня предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Переговоры о членстве Украины в Евросоюзе и Европейскую поддержку Киева. Саммит Альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля и будет посвящен украинскому конфликту и региональной безопасности. Киргизия. Мусульмане и Киргизия отпраздновали Курбан-Байрам в среду на старой площади Бишкека. На кадрах жители и сотрудники полиции молятся, в то время как Мула совершает намаз. Председатель старейшин республики Кыргызстан Амурбек Умиталиев подчеркнул важность Курбан-Байрама – самый священный праздник для мусульман всего мира. «Я поздравляю всех своих кыргызстанцев со священным праздником», – сказал Умиталиев. По информации СМИ, со ссылкой на Главное управление внутренних дел Бишкека, в мероприятии приняли участие около 25 тысяч человек. Курбан-Байрам, или Ид-Аль-Адха, ежегодно отмечается в 10-й день месяца Зуль-Хиджан, исламского календаря, и продолжается три дня. Праздник знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку. Новости России. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков сообщил в среду, что в Краматорске был поражен пункт временной дислокации командного состава мотопехотной бригады ВСУ. В городе Краматорск, Донецкая народная республика, поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады вооруженной силы Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, прокомментировав обвинение украинской страны в адрес Российской Федерации об обстреле, Краматорска заявил, что Москва не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Российская Федерация не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Удары доносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой. Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди стран СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам 10-го форума регионов Российской Федерации и Белоруссии, который проходит в Уфе в среду. Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди участников СНГ и четвертым во всем мире. В прошлом году товарооборот увеличился на 12% и превысил 3 триллиона рублей. Такая позитивная тенденция укрепляется за январь-апрель взаимной торговли прибавила еще 11%. Также российский лидер добавил, что Москва и Минск делают все, чтобы обеспечить иммунитет экономик к негативному воздействию санкций. В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, отказа ряд западных стран от сотрудничества и закрытия рынков недружественных государств, российские и белорусские регионы интенсивно развивают встречную торговлю. И это помогает сохранить производство, переориентироваться на поставки потребителям двух наших стран. Юбилейный форум регионов России и Белоруссии проходил с 26 по 28 июня в Уфе. Делегации парламентов обеих стран, главы регионов и эксперты в рамках мероприятия обсуждали гуманитарное сотрудничество, общественную дипломатию союзного государства, перспективы развития туризма, волонтерского движения и сельского хозяйства. Более 105 тысяч жителей Москвы собрались в среду в соборной мечети на празднование Курбан-Байрама. В то же время по всей столице в мечетях и на других площадках для богослужения собралось около 250 тысяч последователей ислама. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Российской Федерации. Президент России Владимир Путин также присоединился к поздравлению верующих и подчеркнул, что мусульманская община Российской Федерации играет большую созидательную роль в жизни страны, вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения. Также Курбан-Байрам отметили и в других городах России. Особенно яркое это событие прошло в Грозном, Казани и Уфе. В день празднования Курбан-Байрама Владимир Путин прилетел в Дербент. Свою поездку глава государства начал с посещения архитектурного комплекса «Цитадель Нарын-Калла». Президент также посетил мечеть Джума. Это старейшая мечеть в стране. Она была построена в 8 веке, но ее современный облик сложился к концу 14 века. Это уже поездка главы государства в Дагестан за 5 лет. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров по сообщениям в соцсетях тоже находится в Дагестане. К вечеру 28 июня политик рассказал, что встречался с президентом России накануне. Также президент России Владимир Путин провел в Дербенте совещание по развитию туризма в стране. В Санкт-Петербурге в Ботаническом саду Петра Великого открылась выставка травянистых пионов. На кадрах видна очередь из посетителей на открытие экспозиции пионы северной столицы и многообразие сортов этого цветка. Организаторы экспозиции постарались собрать максимальное количество сортов пионов со всего мира. В этом году на выставке представлено более 150 видов. Среди названий встречаются и необычные, например, посвященные известным людям – актрисе Саре Эбернар и космонавту Юрию Гагарину. На экспозиции представлены как новые сорта пионов, так и классические с многовековой истории. Организаторы выставки обещают целительную атмосферу, бесконечной нежности и просто хорошее настроение. Экспозиция пионов открыла цикл летних цветочных выставок в северной столице. Она проходит ежегодно в июне. Новости нашего региона. Собственные доходы Воронежской области в 2023 году выросли почти на 6 миллиардов рублей. Они включены в бюджет региона. Еще около полутора миллиардов поступило из Министерства финансов. Депутаты Воронежской облдумы согласовали корректировку региональной казны. Ее доходная часть теперь без малого 165 миллиардов рублей. Расходная – более 200 миллиардов. Дефицит технический и имеет источники погашения. Как сообщил председатель облдумы Владимир Нетесов, парламентарии увеличили финансирование по ряду важных социальных направлений. Так более полтора миллиарда рублей направляется дополнительно на повышение фонда оплаты труда бюджета. Столько же будет распределено на обеспечение транспортной доступности и ремонт дорог. То есть дополнительно было выделено полтора миллиарда на Дорожный фонд Воронежской области. Также были увеличены расходы на областную инвестиционную программу на миллиард рублей. Таким образом, общий объем финансирования областной адресной инвестиционной программы после корректировки превысил 32 миллиарда рублей. А это средства, на которые в регионе строятся объекты культуры, спорта, образования и медицины. Существенные средства выделяются на поддержку аграрии в переселение граждан из аварийного жилья. Полмиллиарда добавили на капремонт школ к новому учебному году. Увеличат финансирование проектов в сфере туризма и культуры, что позволит, например, провести в регионе международный Воронежский анимационный фестиваль. Духанин Денис при содействии областной думы Воронежской области. 41 канал. Всемирно известный баянист из Воронежа Лев Лавров приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Музыканта арестовали прямо в здании суда. Лев окончил Воронежский музыкальный колледж в 2010 году. Становился лауреатом международных конкурсов. Выступал в знаменитых российских оркестрах и преподавал в Московской детской музыкальной школе. В период с 2019 по 2021 год музыкант крал аккордеоны и баяны под предлогом ремонта или аренды, после чего владельцы больше не видели своих инструментов. Всего Лавров совершил 18 краж на сумму более 8 миллионов рублей. Среди похищенных музыкальных инструментов были и редкие экземпляры. Суд приговорил музыканта к четырем с половиной годам лишения свободы за мошенничество. Часть 2, 3, 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также ему придется возместить ущерб пострадавшим. Виктор Шацкий, 41 телеканал Воронеж. Жителя Лискинского района признали виновным в серии краж. За время своей преступной деятельности мужчина нанес ущерб в общей сложности на 184 тысячи рублей. 33-летнего жителя Лискинского района признали виновным за серию краж. Об этом сообщило региональное управление МВД. С июня по ноябрь прошлого года мужчина под видом покупателя заходил в магазин, брал товар с полок, прятал под одежду и проходил мимо касс, не расплачиваясь. Личность преступника удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. Вора задержали, он полностью признался в содеянном, пояснив правоохранительным органам, что на одну кражу у него уходило не более пяти секунд. Также мужчина признался, что украденные продукты он перепродавал. Районный суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Виктор Шацкий, 41-й телеканал, Воронеж. По данным Воронежстата, в регионе средняя пенсия по старости составляет 19 309 рублей. Хватает ли этих денег пенсионерам и на что им приходится идти, чтобы подзаработать, выясняла Анна Корязина. Игорь пенсионер, но сидеть дома в четырех стенах мужчина не хочет. К тому же той суммы, что он получает на заслуженном отдыхе, не хватает на жизнь. Чтобы подзаработать, он играет на аккордеоне на улицах города. Признается, и людям настроение поднимает, и себе на хлеб зарабатывает. Чтобы улучшить свое материальное положение, пожилые люди продолжают трудиться. По данным Воронежстата, численность работающих пенсионеров в регионе хоть и уменьшилась по сравнению с прошлым годом, но все же составляет 118 тысяч человек. Нетрудоустроены, по крайней мере, официально свыше 587 тысяч. Сейчас в Воронеже пенсия 19 300 средняя. Этого достаточно для пенсионеров? Нет, конечно, этого недостаточно, но она еще меньше по-настоящему. У меня, например, минималка, я еще работаю, мне 67 лет. А вы работаете почему? Потому что не хватает? Ну, конечно, а почему же еще? Да, именно поэтому. А если бы хватало, не работали бы? Если бы хватало, конечно, не работали бы. С такой удовольствием в жизни. Я всю жизнь водителем проработал. Вот работаю водителем, ничего страшного. А тяжело работать на пенсии? Ну, как, нормально. Привыкну, что? Ничего, лет пять, дай бог, еще выдержу. Я вот тоже пенсионер, у меня 15 с половиной тысяч. И я вот иду на работу. Вам приходится работать? Да, иначе не проживешь. До скольки лет планируете работать? Ну, я думаю, пока здоровья хватает, буду работать. Здоровья работать на пенсии хватает, увы, не всем. Да и не каждый работодатель готов принять пожилого сотрудника. В таком случае людям преклонного возраста приходится либо экономить, либо надеяться на помощь родных. У моей бабушки, я не знаю, 20 бабок. Вообще не хватает. Вообще, если бы не мы. То есть вы помогаете бабушке? Ну, в какой-то мере, да. А на что конкретно не хватает? На продукты или вообще? Лекарства, очень дорогое лекарство. За квартиру очень много платят. Очень. С 1 июля 2023-го ожидается весомое повышение пенсии. И, правда, полагается оно не всем. Так, пенсионеры, которым в июне этого года исполнилось 80 лет, с 1 июля будут получать ежемесячно дополнительные 7,5 тысяч рублей. Что касается выплат по инвалидности, в Воронежской области в этом году в среднем они составляют чуть меньше 11 тысяч. А по случаю потери кормильца – 14 тысяч 68 рублей. Анна Корязина, Дмитрий Хлебный, 41 канал. В преддверии дня кораблестроителя, который отмечается 29 июня, наша съемочная группа узнала, как в Воронеже пройдет это событие и выяснила, почему наш город считается колыбелью русского флота. Столица Черноземья играла ключевую роль в создании кораблей для Черноморского флота. Об этом всем желающим рассказывает уютный музей «Петровские корабли». В этих залах школьники, взрослые, молодежь могут узнать о том, как происходило строительство военно-морского флота и какие «Петровские реформы» были у нас и до сих пор остаются интересными. Первый поход Петра I с целью завоевания турецкой крепости Азов, закрывавший выход в Черное море, закончился неудачей. Русская армия не имела своего флота. Для его строительства император выбрал Воронеж. Уже было понятно, что недостаточно для развития торговых связей, культурных связей и оставаться в изоляции бесконечно было не нужно. Надо было искать выход к теплым морям и круглогодичной торговли. Ведь Черное море занято турками, Средиземное море тоже не пускали. При Черноморье занято турками, крымскими, татарами, которые бесконечно ходили с опустошительными набегами на пограничные территории Московии. И вот Петр I принял очень решительно важное решение – попытаться открыть путь к Южному морю. Воронеж выбора не случайно. Очень удобное географическое положение. Река Воронеж подает Дон в Азовское море. И по этому пути легче было бы провести корабли. Но еще вторая составляющая, не менее важная – прекрасный лес, на то время дремучий. Очень много дуба, сосны. В столицу Черноземья император прибыл зимой 1695 года. Петр I сам руководил строительством. Его высокую фигуру постоянно видели в гуще работ. Весной 1696 года были готовы два больших корабля и несколько десятков мелких. 2 апреля 1696 года на воду была спущена Галера Принципиум. 26 апреля – многопушечный корабль «Апостол Петр». Именно поэтому Воронеж называют колыбелью русского флота. В период с 1696 по 1722 года Петр I приезжал в наш город 13 раз, проведя в сумме 500 дней. Во времена визита государя наш город фактически играл роль столицы. Стоит заметить, что в Галере Принципиум Петр I принял первый военный морской устав, так называемый «Устав по галерам». Именно на Воронежской земле состоялось освящение Андреевского флага ВМФ. Строительство кораблей в нашем регионе продолжалось до 1711 года. За это время было сооружено свыше тысячи кораблей и 10 с лишним тысяч барж. Сам музей появился еще в 2019 году. В нем около тысячи экземпляров. Сотрудники музея рады каждому посетителю. Все экспонаты находятся не под стеклом, и каждый горожанин сможет повнимательнее разглядеть их, а некоторые и примерить. Петр I строительство ВМФ – это визитная карточка города, ее символ. И, как признаются большинство горожан, повод для гордости. В планах музея – расширение экспозиции и площадки, так как история создания ВМФ очень обширна. Музей привлекает не только туристов из Воронежа, но и из многих других регионов. Поэтому, конечно, есть желание расширяться. У нас есть желание показать больше и показать большему количеству людей. Поэтому как раз сейчас на повестке дня стоит строительство парка тематического «Дикое поле». Парк появится в Каширском районе Воронежской области. Вот так вот Петр I решил, что флот должен быть именно в Воронеже. Виктор Шацкий, Сергей Артемов, 41-й телеканал «Воронеж». Воронежский футбольный клуб «Факел» пополнил опытный игрок. Контракт с командой из Воронежа подписал голкипер Александр Белинов. Александр Белинов – уроженец города Белгород. Начинал профессиональную карьеру в составе местного салюта. Позже играл за московский «Спартак», краснодарскую «Кубань», «Анжи», «Уфу» и «Рубин». Выступал за юношеские сборные России, вторую сборную страны и вызывался в главную национальную команду. Рад присоединиться к команде. Знаю, что здесь лучшие болельщики, наверное, в стране заполняется стадион. Воронеж для меня не чужой город, потому что у меня отец в Воронежской области. Тренеры мои, которые со мной работали в профессиональном футболе с детства, они тоже воронежцы. Александр Иванович Духанов, Ниненко Валерий Георгиевич, Савченков Сергей Викторович. Очень много друзей, знакомых, поэтому для меня, наверное, будет дополнительная какая-то ответственность, чтобы играть хорошо. Виктор Шацкий, 41-й телеканал «Воронеж». Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов в 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!